Каспийская флотилия В районе деревень Большое и Малое Лопатина под Псковом бойцы 2-го Красноармейского полка под командованием Черепанова вступили в бой с передовым отрядом германских войск, наступавших на Петроград. Из воспоминаний Черепанова. Много лет спустя я узнал, что 18 февраля в наступлении на огромном фронте от Рижского залива до устья реки Дунай перешли 47 пехотных и 5,5 кавалерийских дивизий противника, общей численностью около 700 тысяч человек. На одном из главных направлений, Петроградском, продвигалось около 10 дивизий противника. На 40-километровом участке нашего 2-го Красноармейского полка наступали 4 дивизии. Против тысячи бойцов 4 дивизии. От штаба до страупа, часа 2 езды, выехал на санях по усаженной липом дороге. Занесенные снегом поля, перелески и разбросанные кое-где мызы. Все выглядело удивительно мирно. Вскоре показалась мыза, где я предполагал перехватить 3-й батальон. Приказав ехать тише, насторожно смотрел вдаль. А вдруг наши отошли, и заеду я прямо к противнику в плен. Но тут увидел нескольких красноармейцев. Наши. Немедленно собрал людей. Куда же вы, товарищи? Разве можно бросать фронт? Для этого ли мы записывались в Красную Армию? Ведь нам доверили оборонять подступы к революционному Петрограду. Против вас, целого батальона, какая-то разведка показалась. А вы побежали. Не побежали, положим, раздался голос. Ну, не побежали, так погибли, как говорят на Украине, перебил его другой. В рядах бойцов послышался смех. Товарищ командир полка, заговорил один из красноармейцев, «Это не разведка. Я в секрете сидел и видел цепи солдат. И до того явственно, что даже погону у них заметил. Надо было не отступать, а открывать огонь». «А мы открыли. Он обходит нас», — сказал кто-то. «Значит, слабый огонь, раз противник прошел. Справа от вас первый батальон стоит. Вы отступили без приказа и оголили его фланг. Возвращайтесь на прежней позиции». Бойцы повернули обратно. Вместе с ними пошел и я. 23 февраля 1918 года — день наиболее напряженных боев на Петроградском направлении. День массового вступления в Красную Армию рабочих и крестьян и мобилизации всех сил и средств страны на отпор врагам революции стал считаться днем рождения Красной Армии. Документа, учреждавшего 23 февраля как официальный советский праздник, не существовало, хотя этот день ежегодно отмечался в СССР всем народом. Советская историография связывала приурочивание чествования военных к 23 февраля с событиями 1918 года. В январе 1918 года Владимир Ильич Ленин подписал декрет Совета народных комиссаров об организации рабочей крестьянской Красной Армии, а чуть позже рабочей крестьянского Красного Флота. 22 февраля был опубликован декрет воззвания СНК «Социалистическое отечество в опасности». А 23 февраля состоялись массовые митинги в Петрограде, Москве и других городах страны, на которых трудящихся призывали встать на защиту своего отечества. Этот день ознаменовался массовым вступлением добровольцев в Красную Армию и началом широкого формирования ее отрядов и частей, вскоре остановивших продвижение германских войск под Псковом и Нарвой. 23 февраля 1919 года газета «Правда» поместила передовицу опраздновать дня рождения Красной Армии. В 1922 году в этот день на Красной площади в Москве состоялся парад войск Московского гарнизона. В 1923 году впервые был издан приказ Реввоенсовета Республики в честь Дня Красной Армии и Флота. С тех пор поздравительные приказы во знаменовании этого праздника стали традиционными. После Великой Отечественной войны в Москве, столицах Союзных Республик, городах-героях и крепости Героя Бресте 23 февраля стали производиться торжественные артиллерийские салюты. 13 марта 1995 года президент Ельцин подписал федеральный закон о днях воинской славы России. В список таких дней было внесено и 23 февраля, как Дед Победы Красной Армии над кайзеровскими войсками Германии. День защитников Отечества.